Сергей, добрый вечер. Большое спасибо, что вы сегодня согласились поучаствовать в нашей программе. Добрый вечер. Привет всем нашим зрителям. Сергей, давайте начнем с события, которое вчера взбудоражило, я думаю, не только российские, но и, конечно, мировые СМИ, не только СМИ, и общественность, и политиков. Это задержание и арест в России, в Екатеринбурге американского журналиста, корреспондента газеты «Вашингтон пост» Эвана Гершкевича. Эвана Гершковича, простите, который прибыл туда для того, чтобы готовить материал о местных жителях, которых вербует ЧВК «Вагнер», и о том, для того, чтобы узнать их отношения, собственно, к так называемой специальной военной операции. Безусловно, этим воспользовалась ФСБ и другие российские спецслужбы. Журналист был сначала задержан, потом арестован, его очень быстро доставили в Москву и предъявили ему обвинение в шпионаже. Я хочу сказать, что уже вчера, практически сразу после его ареста, появились сообщения о том, что, скорее всего, за счет журналиста пополняют так называемый обменный фонд, и российские власти постараются обменять его на одного из российских шпионов, которые когда-либо были задержаны в одной из западных стран, скажем так. По-вашему, насколько такая версия имеет право на существование? Разделяется ли вы это мнение? Если да, то на кого могут его обменять? Да, такая версия, по моей точки зрения, не имеет права на существование, потому что это старая практика, это практика советская, и это практика, которую возродил Путин. Мы ее видели уже неоднократно. Это практика откровенная. Здесь я бы вам сказал две вещи. То есть, во-первых, конечно, если его задержали для того, чтобы просто обменять на кого-то, это, значит, ему сильно повезло, да, потому что, ну, на кого ему могут обменять? Говорили вот про эту четуни регалов, которые задержали в Словении или в Словакии, вот я их путаю все время, вот, которые, значит, то ли ГРУ, то ли СВР, которые, значит, соответственно, вошли в западный обменный фонд. Когда, кстати, их задержали, я думал, что их задержали на Западе для того, чтобы обменять на Аполла Уиллана, которого Путин отказался выпускать вот тогда, когда была история обмена начала этого года вот этой негрепянкой с Бутом там и так далее, да. Это первая вещь. Мы можем на этом остановиться подробнее, но самое главное другое, что я вам хотел сказать, что, в принципе, Российская Федерация, ее надо рассматривать, вы знаете, ее надо рассматривать точно так же, как Иранскую Республику. Иран, да, вот Иранскую Республику под Айатоллами. Меня всегда умиляла история, когда западные люди приезжали в Иран, в том числе, кстати, исследователи, такие на абсолютно голубом глазу, абсолютно наивные люди, которые говорили, ну нет, ну почему бы нам вот не приехать там, ничего там не поисследовать. Это примерно такая же вещь, как вот если бы люди приходили бы там в клетку к крокодилам, да, или там к ягуарам, мы говорили, ну почему бы нам не походить между крокодилами и ягуарами? Ну они же там вот пока сыты, да, и пока там не бросаются на людей, ну да, вот мы понимаем, что когда они будут голодные, они, конечно, опасны, а пока они сыты, они не опасны. Вот, это нужно всем людям забыть. Путинский режим опасен всегда. И, то есть вот у меня, кстати, есть такой же пример личный французского конспонента, но я не буду называть его имя, чтобы, не дай бог, он не подставить его еще дополнительно, с которым вот я, кстати, встречался там в куларах и даже на телевизионных площадках французских телекомпаний, где мы вместе работаем, где вместе обсуждаем украинскую, российскую тематику. И мне всегда было интересно, ну там, нафига ты туда едешь? То есть было понятно еще, когда туда люди ездили, там, в 21-м году, в 20-м, когда это еще была какая-то неизвестная. Но сейчас-то все понятно. И, откровенно говоря, для меня эти люди, которые туда еще, допустим, Анна Нева, которая там работает в Москве и приезжает регулярно в Париж и обливает грязью Путина. Ну, хотя время от времени там она находит какие-то оправдания путинскому режиму. Ее, кстати, считают пропутинской агентшей влиянием, что я, кстати, не разделяю. Но, в общем, у этих всех людей, вы знаете, у меня такое впечатление, что это вот как наркоманы, которые не могут отказаться от зависимости от наркотика. Потому что, конечно, военные корреспонденты – это наркотик. Это вот быть где-то в гуще событий, там, где огненная точка. Потому что они все все-таки джентльмены удачи, да, и там джентльвумены удачи. У них есть вот такая наркотическая зависимость от рисковой ситуации. Сергей, Сергей, простите, пожалуйста, я все-таки хочу отметить, что Эван Гершкевич не был военным корреспондентом, не был военным журналистом и вообще никогда не занимался вопросами, скажем так, российского ВПК, российской оборонки. Он туда ехал все-таки с другой целью. И к вопросу о том, что их туда всех тянет, и они как наркоманы, он все-таки журналист, который исполняет свой профессиональный долг. Естественно, я не могу его за это никак осуждать. И осуждать я здесь могу только путинский режим. Нет, это все понятно, конечно. Это абсолютно верно. Только в этом случае я с вами не согласен полностью, потому что горячая точка теперь вся Россия. То есть если вы считаете, что война – это только вот в Украине, на Восточном фронте, вот если вы едете в Луганск или в Донецк, вот поедете в горячую точку, а если вы едете в Москву – это нет. Это вот люди ошибаются. Горячая точка России, потому что Россия официально, многие официальные лица ее российские говорили о том, что Россия ведет войну со всем НАТО и с 50 странами, которые поддерживают Украину. То есть в этом смысле. И больше того, он, конечно, не военный журналист, но он ехал, что выяснять, как вербует Вагнер или как люди возвращаются из ЧВК Вагнер. То есть это горячая тема. Это, безусловно, тема военная абсолютно украинская. И, конечно, понятно, что эта тема очень опасна в России. То есть вы же понимаете, что в России за слово «война», если сажают на 7 лет. Если девочку, которая нарисовала картинку «нет войны», помещают в концлагерь, а ее папу осуждают на 2 года, это все, это война. И все люди, как и путинский режим, не рассматривают журналистов как журналистов. Абсолютно не рассматривают. Как вы думаете, я поняла вашу позицию, как вы думаете, Гершкевича арестовали именно с прицелом на то, чтобы поменять вот на этих двух так называемых аргентинцев, которых задержали в Словении, или это было спонтанное какое-то? Вообще, с чем связан его арест именно сейчас? Потому что он уже давно говорил о том, что за ним следят. То есть куда бы он ни шел, за ним все время следовали некие крепкие молодые люди. Когда он селился в гостиницу, за ним ехала машина, когда он заходил в кафе. В общем, куда бы он ни перемещался, за ним всегда была слежка. Почему именно сейчас произошел арест? Для того, чтобы понять это дело, нужно понять, как работают российские спецслужбы. В ФСБ сейчас существует такое же примерно количество кадровых сотрудников, какое было во всем КГБ в мое время. То есть примерно 400 тысяч человек кадровых сотрудников работает в ФСБ, половина из них погранцы, но вторая половина – это опера ФСБ. 200 тысяч оперов ФСБ, у них задача найти шпионов внутри России. Вы понимаете, что на 200 тысяч человек, даже если каждый из них по одному шпиону, это значит нужно 200 тысяч шпионов. Такого количества шпионов в принципе не существует в природе. А они ходят каждый день на работу, и им каждый день начальство говорит, ты что, ты за что у меня получаешь зарплату? И все. И по этому поводу все люди, которые хоть как-то подпадают под какой-то профиль шпионский, а все иностранные корреспонденты, они все попадают под шпионский профиль. То есть люди с иностранным паспортом априори в России рассматриваются как шпионы. Поэтому я, кстати, вам упомянул Иран. В Иране любой человек, который приехал из западной страны, рассматривается как шпион. Автоматом. Просто. А дальше мы посмотрим, какой он шпион, и стоит ли его брать или не брать. Следующая вещь, которая, опять же, для того, чтобы вы понимали, это вот работа так называемой легальной разведки. Вы знаете, легальная разведка, это не та разведка, которая занимается чем-то легальным, разрешенным. Это шпионы, разведчики, российские, американские, французские, какие угодно, которые приезжают в страну и работают там с легальных позиций, государственных учреждений, чаще всего дипломатических миссий под защитой дипломатического иммунитета и так далее. Но контрразведка знает, что они разведчики. Поэтому за ними ходит наружка, поэтому по ним работает агентура. И дальше страна пребывания, когда она убеждается, что это разведчик, она просто ждет момент, когда нужно его поймать либо полично на операции какой-то и взять агентуру его, либо просто ждать момент, когда будет выгодно политически сделать скандал с арестом разведчика российского, американского, какого угодно, без разницы. Потому что в этом смысле все службы одинаковые, все разведки одинаковые. Задержать его, чтобы его выдворить и создать, так сказать, скандал, который выгоден политическому руководству. И вот с журналистами, поэтому вот то, что он вам рассказывал, вот то, что он рассказывал, то, что вы процитировали, когда он говорил, что да, я видел за собой слежку, я понимал, что меня ведут, я понимал, что слушают мои телефоны, я понимал, что вокруг меня агентура работает, вот и все, это вот абсолютно то же самое. Причем эта агентура и эти российские спецслужбы, которым просто нужно объяснять, зачем они существуют, жизнь, за что им деньги платят. И поэтому для них совершенно не представляет никакой проблемы арестовать любого иностранца и повесить ему ярлык, так сказать, шпиона. Я через это проходил тогда, когда в 80-м году учился в участии в МГИМО, работая на Олимпиаде, у меня был просто двухчасовой разговор с французом по работе, человек, который позвонил во время Олимпиады, я ему просто два часа рассказывал как раз сказки, байки про Советский Союз и какая замечательная коммунистическая страна, Советский Союз. После этого меня Владимир Владимирович Путин, капитан, доставил на Лубянку и два часа мне шил дело как шпиону или как предателю. То есть это я понимаю, что такое, вот я их понимаю абсолютно точно психологию. Причем, вы заметили, я говорю их психологию, хотя я был офицером, старшим офицером КГБ, но поскольку я работал в разведке, для меня эти люди из контрразведки, даже моего собственного ведомства, они для меня совершенно вот такие же люди, как контрразведка французская или американская. Потому что я их воспринимаю как просто людей, у которых есть задача оправдать свою зарплату и все. И это для меня, здесь для меня нет ничего непонятного и ничего удивительного. Последний пункт, по которому я хотел бы ответить на вас вопрос. Чья это инициатива? Вот здесь это сложнее ответить. Был ли это заказ из Кремля, потому что взята была эта пара нелегалов в Европе и нужно было пополнить обменный фонд или это была местная инициатива? Здесь я не могу ни в одну ни в другую сторону сказать абсолютно точно, потому что это может быть и то, и другое. По поводу пары, которая приехала в Словению из Аргентины. Кстати, вот только что выяснилось, что они были легализованы в Аргентине за счет рождения двух детей. То есть дети, рожденные в Аргентине, они автоматически получают гражданство и, соответственно, их родители тоже. Не знаю, на самом деле, в каких они состоят отношениях, но по легенде они супруги. Вот как вы думаете, почему они перебрались в Словению и как много сейчас в Европе российских разведчиков? Вот такого рода нелегальных. Нелегальные разведчики это всегда штучный материал. Это не тысячи точно совершенно, это не десятки тысяч, это не сотни тысяч, это даже не сотни. И это десятки. Десятки человек, потому что вы понимаете, вот даже то, что вы описали, я к этому могу добавить несколько деталей, значит, нелегал всегда проходит через какие-то третьи страны, где он сначала легализуется там в этих третьих странах, где он обживает свои новые документы, потом он куда-то еще переезжает и потом в конечном итоге он переезжает в страну, являющийся его, где он является резидентом, резидентом в шпионском смысле слова, не в том смысле, что он там будет проживать, а в том смысле, что он там будет вести шпионскую деятельность. И по этому поводу, когда вы говорите, вот они перебрались в Европу, они не перебрались в Европу, они дошли до страны, где им была поставлена боевая задача. То есть они появились в страну, в страну, в страну, вот эта Словения стала страной, где они должны окопаться, легализоваться окончательно, укрепиться и начать свою шпионскую деятельность, которая может зависеть от того, на какую именно ветвь российской разведки они работали. То есть если это военная разведка, значит, соответственно, вербовка в военных кругах Словении, в НАТО, там, базах каких-то, которые представляют интерес для военной разведки. Если политическая, тогда, соответственно, это могут быть политические круги Словении, затем Европы, Европейского Союза и опять же НАТО, и опять же во всех этих, все эти задачи такие, которые понятны. Больше того, в нынешней ситуации, конечно, у них наверняка была какая-то составляющая по отношению к Украине, по отношению войны России в Украине, по отношению поддержки стран НАТО, которые идут через европейские страны, в частности, через Словению, потому что Словения передавала вооружение, Словения передавала, по-моему, какие-то даже самолеты, там разговоры о том, что они передавали. То есть в этом смысле для меня все понятно. То, что они появились из Латинской Америки, в этом есть закономерность. За последнее время, по крайней мере, пять подобных же случаев, можно назвать, где российские нелегалы прошли через страну Латинской Америки. Это Аргентина, это довольно часто Бразилия, могут быть еще какие-то другие страны, потому что, на самом деле, вот вы правильно сказали, что в Аргентине достаточно просто родить ребенка, и автоматически ваш ребенок уже, поскольку он родился в Аргентине, у них там право земли, значит, он автоматически гражданин Аргентины, а его родители, поскольку у них есть в семье гражданин Аргентины, им упрощается процедура получения гражданства. И в этом смысле это все отлаженные вещи. Здесь вот просматривается совершенно механизм легализации, потому что в этих странах, еще нужно сказать, они все коррупционные страны, они все очень легко коррумпируются, то есть достаточно там завербовать какого-то человека в Министерстве внутренних дел Аргентины, Чили, Боливии, Бразилии, Перу, чего угодно, и у вас будет доступ к получению гражданства, к получению паспортов, к получению заграндокументов и так далее. И у людей довольно просто еще там делается через организацию какого-то бизнеса, а если у вас есть бизнес, то дальше вы коррумпируете местную какую-то власть, плюс централизованную власть, и потом уезжаете в третью страну, вот это, кстати, их совершенно не интересует, куда вы, затем вы едете, и что плохого вы там делаете, да, самое главное, что вот когда такая легализация идет, самое главное не вести свою развед деятельности на территории страны, потому что тогда вам не могут ничего предъявить, то есть в худшем случае вам предъявят что? Порушение иммиграционного режима, и в худшем случае вас ждет что? Высылка из страны там куда-то, вот и все, и в этом смысле это отлаженная схема, она интересна тем, что мы убедились, что в Российской Федерации возобновлена или активизирована программа использования нелегалов, потому что в мое время это считалось очень сложной задачей, в мое время, кстати, говорилось о том, что пора от нее отказываться, потому что это слишком долго, это слишком сложно, это слишком муторно, тем более, что в наше время даже это очень сложно теперь объяснять, потому что мир взаимосвязан, то есть вот представляете, допустим, вы там в возрасте 30 лет приезжаете в какую-то другую страну и пытаетесь регализоваться, да, у вас должна быть история за последние 30 лет, где вы были, как вы росли, где вы есть, а эта история включает в себя в том числе профили в соцсетях, там контакты, какие-то одноклассники ваши по вашей школе, по детскому саду, по спортивному клубу, там еще почему-то, и если у вас этого нету, то на вас будут смотреть с подозрением, потому что если вдруг прогуглят вас, а на вас нет никакой истории, если у вас там нет профиля в фейсбуке, за много-много лет, за десятилетий, то это довольно сложно, плюс к тому же сейчас очень внедряются биопаспорта, биодокументы с вашими биологическими параметрами, которые сложно фальсифицировать, да, то есть их вот надо получать уже где-то нормально, и в свое время даже на исходе Советского Союза я был в рабочей группе, которые ставили задачу найти новые направления работы по этому поводу, и моя вот личная рекомендация была найти среднее между легальной разведкой и нелегальной разведкой, а именно использование огромной диаспоры, и это время, кстати, это подтвердило, то есть вот сейчас зачем нужны какие-то нелегалы, когда там какая-то русская девушка типа Анны Кущенко может уехать в Лондон, выйти замуж за некого господина Чапмана и стать Анной Чапман, и потом как англичанкой, как подданной Великобритании уехать в Соединенные Штаты Америки и обольщать там всяких людей, которые выгодны разведки. И в этом смысле затеряться в этой диаспоре очень легко. В Германии говорят 3 миллиона русскоговорящих людей, во Франции 200 тысяч, в Лондоне, в одном только Лондоне 300-400 тысяч каких-то россиян или русскоговорящих людей. То есть на самом деле зачем эти сложности? Я вообще удивляюсь, что вот эта нелегальная программа до сих пор существует так активно, потому что можно все гораздо проще за гораздо меньшие деньги. И с другой стороны вы обратили внимание вот то, что я вам упомянул за последний год таких скандалов 5 штук. А если 5 штук, значит западные контрразведки научились их вычислять. Или внутри нелегальных разведок ГРУ и СВР существует какое-то предательство, потому что нелегалов вообще долго говоря их вычислить невозможно, если только нет предательства или если нет ошибки со стороны нелегалов. Значит вот на самом деле наверное есть все-таки и то и другое, может быть и есть предательство. Вот в 10-м году когда взяли этих 10 нелегалов в Штатах, да, там было предательство. Там был Потеев, заместитель начальника американского 4-го отдела управления С, который просто их сдал. Он как заместитель начальника управления, вот он знал там десяток нелегалов и всех, их сдал. Их арестовали, но правда тогда при Обаме в Соединенные Штаты Америки не знали что с ними делать. Они, так сказать, Обама очень наивный человек в этом смысле, абсолютно наивный человек в отношении Путина, в отношении Медведя, в отношении российской разведки, в отношении всего негатива, который шел тогда уже из Российской Федерации и он не захотел связываться или посчитал это низким, гадким, грязным и так далее и он просто обменял тогда вот на четверых российских, кстати, граждан, которые там часть из них работала на американскую разведку, вроде там Скрипалей, английскую и американскую, вроде Скрипалей, Запорожского, а двое, Игорь Сутягин и Григорий Паськов были вот как этот же иностранный корреспондент, который просто занимался своей профессиональной деятельностью, кстати, на основе абсолютно открытых источников, у них не было никаких допусков, они читали просто газеты, из газет делали выводы, и это была, кстати, уникальная вещь, это вот вещь, которую тоже не понимают западные люди, это то, что в российских судах, извините, я сказал советские, но они советские суды, российские, вот в российских судах совершенно нелогичной ситуации, которая не существует ни в какой западной стране, да, когда человек, который не имеет формального допуска ни к одному секретному документу, могут осудить за нарушение государственной тайны, да, то есть это вот, это просто Кавка, это, я не знаю, Оруэл, это вот, это что-то, что-то вот, это, ну, какая-то психиатрия для западных людей, вот, и люди, которые сейчас работают с Путиным, с путинским режимом, они должны понимать, что путинский режим, это режим, который абсолютно, вот где-то за гранью абсолютной логики человеческой, нормальной, и поэтому его, конечно, нужно бояться, и, кстати, как только арестовали этого корреспондента вчера, Госдепартамент немедленно выпустил заявление о том, что все американские граждане должны немедленно или как можно быстрее покинуть территорию Российской Федерации. Можно ли сказать, что путинский режим, вопреки тому, что большое количество российских разведчиков были высланы из Европы, многие из них работали в различных дипмиссиях, он по-прежнему рассматривает Европу как плацдарм для своей шпионской деятельности. И вот вы справедливо заметили, что Европа очень близко к Украине находится, поэтому, наверное, отчасти этим тоже объясняется, почему именно они туда после какой-то страны, где они вот могли пересидеть, легализоваться, переезжают все-таки в какие-то европейские страны. Да, они переезжают в те страны, которые считаются врагами Российской Федерации. То есть, грубо говоря, Соединенные Штаты Америки страна враг номер один, дальше есть блок НАТО, в НАТО входит 30 стран, значит, все 30 членов НАТО являются врагами, но среди этих 30 есть страны, где, допустим, существуют большие базы, а именно там Италия, Германия, Брюссель, Голландия, Норвегия. А дальше по списку, ну вот Польша сейчас стоит очень высоко в этом списке, потому что через нее идет вся западная помощь военной Украине. Польша довольно серьезно противостоит российскому путинскому режиму, поэтому, безусловно, она является тоже страной, которая врагом. Прибалтийские страны, то есть все те страны, которые активно противодействуют Российской Федерации, входят в этот список. И то, что откуда-то их выслали, вот за прошлый год я насчитал, больше 500 выслалок было. Это много, это самое большое количество высланных разведчиков, шпионов за все времена, потому что после Скрипалей было выслано 125 человек из 25 стран и одной организации, которая тогда была НАТО. Вот, сейчас более 500. И, тем не менее, это совсем не означает, вот у меня на Западе, когда спрашивают, говорят, ну вот их выслали, теперь все, значит, зубы у крокодила выдраны, и теперь крокодил без зуба. Я им говорю, нет, ребята, это шпионская деятельность, шпионская сеть Российской Федерации, это не зубы крокодила, это хвост ящерицы. Поэтому вы потянули на хвост ящерицы, оторвали его, ну и что, у него отрастет новость. Вот, и это все происходит точно так же. Это плюс к тому же, опять же, я им говорю, что это вы только затронули сеть легальную, то есть ту, которая, это вершина айсберга. Причем это айсберг, вот если у айсберга, там, физики рассчитали, и географы рассчитали, что у него видна одна восьмая часть обычная, да, то вот эта часть, вам видна одна тысячная часть, или одна десятитысячная часть этого айсберга. То есть эти там несколько десятков человек, которые работают в каждом посольстве, это мелочи жизни. Это, кстати, в свое время, вы знаете, у меня такой вопрос возник в Краснодаренном институте. Вот когда нас начали учить, потому что у меня было раздвоение, я, с одной стороны, учился в школе, которая легально готовит в основном для легальной разведки, но параллельно я проходил подготовку в нелегалы. И у меня всегда был двойной взгляд, и я как нелегал потенциальный смотрел на своих соратников, так сказать, по обучению и там, по борьбе какой-то, да, я смотрел на них как на опущенное мясо. Потому что я понимал, что они приедут в легальные инвентуры, что контрразведка знает, куда они едут. Они потому что занимают должности, которые замещаются, как правило, одними и тем же, мы же в Советском Союзе живем, это же бурократия, там же нет никаких, то есть, вы знаете, мифы, они довольно быстро растворяются в воздухе, потому что если вы считаете, что они там супер-пупер, вот если, допустим, с этой должности кого-то выгнали, то они придумывают другую должность соседнюю, там и туда пошли, да нет, они пришли на ту же самую должность нового, вот, и заранее, когда он туда едет, уже знает, что едет шпион, как правило, кстати, даже она знает, по какому направлению он будет работать, на какой отдел он работает, на какую спецслужбу он работает, может быть, даже, чем он занимается, какие у нее связи, потому что передается же все, вот связи, даже легальные связи передаются, все это известно, я считал, что, и я первое время совершенно не понимал, зачем это все делать, если это вот все так, и откровенно говоря, для себя я понял одну вещь, я думаю, что я нашел ответ для себя, это то, что легальная эта разведка, она на самом деле, у нее единственная задача, это полностью полиализовать работу контрразведки страны пребывания, то есть, вот на нее, поскольку они понятны, поскольку они видны, и поскольку они потенциально, как бы, уязвимы, контрразведка радуется по этому поводу, вот легкая добыча, да, и начинает за ними ходить, ставить на них какие-то ресурсы, а ведь в западных странах контрразведка не имеет тех ресурсов, которые имеет Советский Союз, то есть, нет ни одной западной страны, в которой контрразведка, та же, как ФСБ, имеет 400 тысяч кадровых сотрудников. То есть, если даже убрать погранцов, 200 тысяч кадровых сотрудников ФСБ никакая контрразведка в мире не имеет. То есть, я так думаю, что даже все контрразведки в мире не имеют такого количества, как ФСБ. И по этому поводу, конечно же, им совершенно без разницы. И больше того, Путин их рассматривает. Вот я недаром вам сказал про это самое пушечное мясо. Потому что это то, что делает Вагнер, когда набирает этих зэков. Потому что у Вагнера есть элита, и у Вагнера есть пушечное мясо. Вот элита — это люди, которые работают в Африке на него. Это люди, которые в Сирии по международным программам, которые делят бабло какое-то очень большое и серьезное, которые работают на фабрике троллей. А дальше есть пушечное мясо, которое сейчас в Бахмуте пытается чего-то взять и которых щелкает по 200 человек в день или по 300 человек у одного Вагнера в день. И ему абсолютно без разницы это дело. То есть, если, допустим, или журналисты, или просто публика, которая нас сейчас слушает, она считает, что арестовали кого-то за границей российского разведчика, и это будет какая-то трагедия, абсолютно никакой трагедии нет для Путина. Не для Путина, не для СВР, не для ГРУ. Но приедет новый, приедет 10 новых, приедет 100 новых. Им без разницы это дело. И для этих разведчиков это может быть, конечно, катастрофа профессиональная, потому что они могут уже стать невыездными навсегда. Но им дадут квартиру, им дадут машину, им дадут там, я не знаю, еще что-нибудь. Кстати, вот такой пример у меня, даже из моих последних, знаете, в Украине, я недавно это обнаружил, просто я пропустил это в свое время, после Скрипалей. Я не обратил внимания, что в 2018 году, когда была история со Скрипалями, я не знал, каково именно, потому что редко публикуются фамилии. Значит, было 13 человек, разведчиков, российских, которые работали под прикрытием российского посольства в Киеве. И консульство, по-моему, в Одессе, и еще где-то в Украине. И всплыла тогда фамилия Владимира Небываева, который был официальным представителем СВР в должности, в генеральской должности. Он был генералом. А сейчас, вот на прошлой неделе, был скандал, потому что выяснилось, что его сын, Игорь Небываев, совершенно спокойно, несмотря на то, что у него папа был официальным представителем СВР. Это, значит, было известно всему миру, известно украинцам. Кстати, украинцам после начала Крыма, после Донбасса, в 2018 году его выперли из Украины. Значит, его сын устроился в аппарат Совета Европы. И с 2012 года, то есть 10 лет, он работает в статусе международного чиновника в Совете Европы. И это не изменилось даже после того, как Россия перестала, вышла из Совета Европы. Значит, эти россияне остались в аппарате чиновников. И у этого мальчика был папа, генерал СВР. Вот сейчас это всплыло, потому что он еще был не просто в аппарате СВР работал, а он занимал должность начальника отдела по борьбе с отмывкой, незаконным отмывом денег. Это российский человек, который руководит структуры в борьбе с отмывом денег. Это вообще, ну я не знаю, это как там Чикатило, надо было там назначить в детский дом какой-нибудь, главным педагогом и человеком, который будет бороться с нехорошими людьми, которые подбираются к детям бедным в детском доме. И выяснилось, кстати, что вот этот, я услышал знакомую фамилию, и вот это самое Володя Небываев, мы с ними учились вместе три года в Краснотавианном институте, в одной группе, он был парторгом нашей группы. Он давал мне рекомендации в КПСС, то есть я его даже лично знаю, и вот так выяснилось, что вот он дослужился до генеральской должности. И когда его выперли из Украины, вы что думаете, для него это была какая-то там катастрофа? Ну да, обидно, конечно, там не поедет на приличный запад, но у него наверняка есть там хорошая дача, хорошая квартира, хорошая машина, генеральская должность, ему наверняка дали лишнюю звезду, то есть если он был там генерал-майором, теперь он может там генерал-лейтенант, может быть даже генерал-полковник, дослужился может там до уровня заместительного начальника директора СВР и так далее. То есть в этом смысле люди, которых с таким грохотом выпирают из каких-то стран, они всегда имеют компенсацию. То есть они в советское время имели компенсацию. В советское время, кстати, ну да, человек не поедет больше в Англию, из которого его выперли, и в страны НАТО, но он может еще поехать в Америку, кстати, в Азию может поехать куда-то. Тогда, кстати, в советское время им меняли даже, вот даже для легальных сотрудников, им могли поменять фамилию и имя, выдать паспорт на имя совершенно другого человека, и все, и он поедет, и доказывает потом, что это вот ты не верблюд, или там люди, которые, что это тот же самый человек. Теперь, конечно, это проще ДНК, там, я не знаю, там, какие-то биофакторы его тела, но все равно у них есть компенсации, и вполне этой компенсации им, наверное, достаточно для того, чтобы не чувствовать себя обделенными. Давайте поговорим о российских разведчиках в Украине. Вы, наверное, видите то, что происходит сейчас вокруг Киева-Печерской лавры, и не секрет, что многие украинские политики открыто говорили о том, что духовенство Киева-Печерской лавры, как и многих храмов на территории Украины, которые принадлежат Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, то есть являются филиалами РПЦ, это агенты влияния российских спецслужб. На ваш взгляд, насколько справедливы такие утверждения, и каким образом, собственно, священнослужители, братья вот этой обители, которую украинские власти хотят превратить в музей, могут быть полезны российским спецслужбам, или каким образом они могут работать на эти спецслужбы? Ну, это старая история, тут даже не надо, знаете, как это у нас, у нас есть выражение такое, зачем обижать подозрением, когда точно знаешь. Тут это было известно всем, то есть абсолютно понятно, легальные такие направления, то есть за рубежом, а Украина теперь рассматривается как зарубежная страна, и не просто зарубежная страна, а враждебная страна. Существует, конечно, система разведки, внешней разведки Российской Федерации, ее готовили заранее. Было очевидно, что с этим делом немножко надувались слишком много щеки генерал Беседа, вот эта пятая служба ФСБ, которая должна была создать целую огромную сеть агентов влияния, агентуры российской внутри Украины. Как выяснилось, она в общем не такая большая, как может показаться, но при том, она безусловно большая. И РПЦ, вернее УПЦ Московского Патриархата, это просто, ну, сам Бог велел, да, потому что это явно совершенно попы, которые зависят от Москвы, которые назначаются Москвой, которые получают деньги из Москвы, которые получают инструкции из Москвы. И здесь, в общем, это, и это, кстати, не только в Украине, то же самое есть во Франции, в Англии, в Японии, даже в Африке теперь это есть, да, потому что есть какая-то очень сильная, довольно сильная сеть попов РПЦ за границей в Африке. В Латинской Америке, кстати, в той самой Аргентине, очень-очень продуктивная сеть и довольно большая сеть. Вот, и в этом смысле здесь ничего, ничего нового нету. Меня удивляет только немножко другое, что какие-то люди наивно считают, что это все измышления, да, что это, ну, как же оскорблять там, бедных, несчастных верующих или оскорблять религиозных деятелей принадлежностью к российским спецслужбам. А возьмите просто вот на сайте в Московской Патриархии, допустим, есть биографии всех иерархов Русско-Православной Церкви, действующих и не действующих. То есть всех епископов, артеепископов, митрополитов, патриархов. И почитайте. Если вы в советское время читаете, что, значит, человек там, вот, ну, закончил он сначала там в Лавре в Загорске семинарию, потом там, значит, распределен куда-то там и так далее. И вот, как только вы увидите какую-нибудь вещь, как-то, либо он перешел на работу в отдел внешних связей, патриархии, внешних сношений он назывался, да, ну, такое не очень красивое русское слово. Вот. А дальше, если вы видите, что выезжал с делегацией РПЦ на Всемирный Конгресс защитников мира. Это вот все вот один в один. Это значит, человек работал на КГБ. Значит, Гундяев, который нынешний патриарх Кирилл, с 70-го по 72-й год, он был, значит, он стал антимандритом. И, то есть, высший сан монашеский ему был присвоен. И дальше он поехал в Швейцарию, в Женеву, представителем РПЦ во Всемирном Совете Церквей. И это дело означало, что он является кадровым сотрудником КГБ. Кадровым сотрудником КГБ. И тут даже думать, даже сомневаться не надо. Потом у нас есть доказательства сколько угодно. В Прибалтике, в Украине были опубликованы документы бывшего КГБ о вербовке в советское время в пользу КГБ, совершенных служителей. Причем тогда это было логично абсолютно, потому что церковь, хотя она была официальна, хотя ее сам Сталин в 43-м году патриархию возродил для того, чтобы ему таким образом помогли победить Великой Отечественной войне и в борьбе против немцев. Но религиозные деятельности вся русская церковь являлась, и не только, кстати, русская православная церковь, но вообще все церкви являлись идеологическим противником КПСС. И рассматривались как враги, внутренние враги государства, советского Коммунистической партии Советского Союза. По ним работало 5-е управление. 5-е управление КГБ, вот это самое политическая полиция, политический сыск, работал по церковной линии. И по нашей линии разведки, у нас был тоже, я сейчас не помню, 18-й или 20-й отдел, это был отдел работы по религиозным деятелям. И мы это использовали, во-первых, как прикрытие. То есть это для нас было одно из направлений, кстати, работы прикрытий, нетрадиционных прикрытий шпионажа. И с другой стороны, мы по ним работали как по врагам советского государства, потому что мы понимали, что их могут использовать западные спецслужбы. И в этом смысле здесь нет ничего нового. И, конечно же, почему еще, кстати, это все работает? Здесь логика очень простая. Любая церковь имеет разветвленную структуру, территориальную структуру. То есть она представлена, возьмите там католическую церковь, это миллиард, больше миллиарда верующих по всему миру. И нет страны, где она не представлена. Возьмите православие, то же самое, русско-православная церковь, практически представители есть везде. И это с одной стороны. И с другой стороны, их, у религиозных деятелей есть, как правило, особый статус, то есть к ним относятся с, ну скажем так, с почтением власти практически в любой стране. Это вторая вещь. И третья вещь. Люди, которые приходят в церковь, они рассказывают самые сокровенные вещи священнику. Потому что есть исповедь. И на исповеди люди рассказывают о своих грехах, о своих слабостях. И таким образом, как потом эти священники используют сведения, которые получены на исповеди. То есть, грубо говоря, люди сами приходят стучать на самих себя. И то есть грех любой спецслужбы не использовать это дело. Но в каких-то, кстати, западных странах это официально запрещено использовать, потому что, так сказать, это является, рассматривается как вмешательство в частную жизнь лица. И поэтому нельзя это использовать. Кстати, в западных спецслужбах не указывается это ни в каких анкетах. И там никого интересует по французской разведке или контрразведке какого вероисповедания. Ну, дальше, конечно же, когда вот там у нас была исламская угроза, то французские спецслужбы, естественно, вербовали людей, которые близки были к каким-то исламским партиям или просто даже к мусульманским религиозным деятелям. Потому что все понимали, что, конечно же, это пятая колонна. Конечно же, это подход изнутри ко всем секретным движениям. И УПЦ Московского Патриархата, безусловно, является пятой колонной на территории Украины. Но вам не надо забывать, то есть украинцам не следует забывать, что и Украинская Православная Церковь, та новая церковь, которая получила автокефалию от Вселенского Патриарха Парфоломея, она тоже была, может быть, наводнена агентами российских спецслужб. Это не значит, что если вы в официальной, скажем так, в новой церкви, которая официально признается украинскими властями, то это гарантирует от чего-то, потому что она тоже интересует российские спецслужбы. А как думаете, как много вообще агентов российских спецслужб в Украине на тех или иных высокопоставленных должностях, допустим? Их много. Их больше, чем на Западе. Их больше, чем в любой западной стране, потому что совершенно понятно, что у нас просто связи совершенно другие. Потому что западные страны – это люди, которым надо подбираться. Украина все-таки совсем недалеки от Советского Союза. Советский Союз распался 30 лет всего тому назад. То есть люди моего поколения, они выросли в Советском Союзе, они учились вместе. То есть у вас есть еще руководители даже ваших спецслужбов украинских, которые учились вместе с нами в одних школах КГБ, в одной партии состояли, в одних партийных организациях, одни институты заканчивали. То есть в этом смысле это на этом еще уровне существует. Конечно же, это, если агентура на Западе – это десятки, максимум сотни людей, то в Украине это тысячи, десятки тысяч агентур. Другое дело, что несмотря на всю эту агентуру, ведь Путину Бортников, Патрушев и беседы ему рассказывали, что Украина куплена, что не будет никакой войны, что ведем танки, все состоится так, как было в Крыму. То есть все там они куплены, потому что они все наши, они мечтают, чтобы Россия пришла. Как выяснилось, это ничего не работает. И поэтому даже если есть, конечно, есть десятки тысяч агентуры, продолжая оставаться на территории Украины, они понимают, что для них сейчас просто небезопасно для жизни начинать какую-то деятельность активную. Потому что расстрелять просто могут. Потому что война идет. Если вас задержат на фронте, как в Великую Отечественную войну, когда вы ходите и считаете пушки, снаряды, боеприпасы, линию фронта и логистические цепочки, то СБУ как минимум арестовывает и сажает в тюрьму. А по законам военного времени шпионов вообще расстреливают без суда и следствия. Поэтому они, конечно, испугались. Они все заткнулись. Они все боятся говорить активно что-то, выступать в пользу России. Но, безусловно, такая пятая колонна существует гораздо больше в Украине, чем в каких-то западных странах. Дальше такая же агентура существует, например, в огромном количестве в Прибалтике, в Средней Азии советской, в Азербайджане, то есть во всех бывших Молдавии, в Молдове, то есть во всех бывших советских республиках. А дальше по убыванию в бывших республиках Советского Варшавского договора, то есть бывшей ГДР на востоке Германии, Польши, в Чехии, Словакии, в Болгарии, в Румынии, в Монголии, во всех бывших соц. странах. То есть в этом смысле ничего не поменялось, потому что мы очень недалеко ушли от Советской эпохи. А почему, кстати, провалилась работа российской агентуры в Украине до начала войны? Я имею в виду, вот смотрите, ведь подготавливалась почва для того, чтобы когда российские войска войдут в Украину, вот это вот все взять Киев за три дня и так далее, что все уже будет готово для того, чтобы страна пала, чтобы Зеленский убежал, чтобы все люди, которые поддерживают его, тоже либо убежали, либо были ликвидированы. И вот эти самые сотрудники российских спецслужб, которые работали в Украине долгие годы, они принесли, собственно, российскому военно-политическому командованию победу со своей стороны тоже на блюдечке с голубой каемочкой. Почему не получилось? Несмотря на то, что, судя по данным расследователей и украинских, и западных, огромные деньги вливались в существование вот этой вот сети, этих людей. То есть их финансировали, их снабжали, обеспечивали материальные и так далее. И сотни человек, судя по данным журналистов, были завербованы. Вот вы ответ дали в своем же вопросе. Да, вот именно когда вы упомянули про миллиарды, вы дали ответ на эти вопросы. То есть, во-первых... А, то есть миллиарды взяли, но ничего не сделали. Конечно, это все. Больше того, миллиарды никто не брал. В смысле, их никому не передавали. Их распилили. Эти миллиарды просто распилили между собой. То есть их распилили. Беседа, его оперативные сотрудники, частично с какой-то агентурой. Вот. То есть это все распилили. Написали красивые бумажки. Все это всем известно, кстати, это было еще и даже в Советском Союзе, но не в таких масштабах. Это раз. Во-вторых, Российская Федерация, безусловно, чрезвычайно коррумпированное государство. Украина тоже была коррумпированным государством. И эта коррупция, она ведет к тому, что нет никакой эффективности. То есть распил бабла настолько важнее всего остального. Да, ну когда, возьмите, допустим, того же Рогозина, да, который руководил российским космическим агентством, и Путин увешал лапши на уши, что у него там сарматы летают там десятками, он готов их производить на конвейере, и что завтра мы полетим на Луну, а послезавтра на Марс. А в итоге ничего этого нету. Космодром Восточный не сдан. Он должен был сдан быть 10 лет тому назад, а сейчас работает с Аттрипом только первая часть, и так не могут, не могут достроить. То есть Россия настолько продажная страна, да, вот мы сейчас убедились, ну где эти арматы, где эти сарматы, где эти, там, я не знаю, цирконы какие-то, да, потому что даже вот циркон, когда они сейчас вывели, там, канонерку какую-то, как выяснилось, они даже не стали производить запуска, потому что им просто, потому что он у них есть там в одном или в двух экземплярах, то есть улетит циркон, и все, и больше не будет следующего. А сармат второй, который вот они пытались сделать испытание накануне выступления Путина перед федеральным собранием, и я так, кстати, до себя понял, что вот поэтому, кстати, отменялось и откладывалось федеральное собрание, потому что Путин ждал, когда у него будет готов следующий сармат. Ему Рогозин обещал сентябрь, потом Борисов ему уже сказал ноябрь, в декабре еще сармата нету, и вот когда построили сармат к февралю, тогда Путин сделал выступление, он надеялся, что, значит, запустят сармат накануне 20-го, а он произнесет свое слово 21-го и скажет, вот видите, мы очередной сармат запустили, а этот сармат развалился, там вторая ступень не сработала, и он упал, и они, он даже не стал упоминать, а когда западные разведки сказали, что он развалился, они сказали, вы врете все, гады, клевещете на родную российскую, на родной российский ВПК, все у нас летает и так далее. То есть в этом смысле это просто, ну, коррумпированная вещь, это как главное, главное объяснение тому, что произошло. И дальше еще есть объяснение того, что все умные люди и хорошие профессиональные люди, вот вроде меня, они все давно ушли, друзья, все давно ушли, кто там остался? Вы понимаете, сколько волн уже было иммиграции профессионалов? То есть первая волна иммиграции, там, я не знаю, Российская Федерация, это, кстати, моя любимая тема, на которую я очень люблю разговаривать, это страна, которая больше ста лет себя целенаправленно уничтожает всю элиту, целенаправленно, массово, да, то есть Сталин расстреливал лучших людей, и потом, и, соответственно, идет отрицательный отбор больше века. Представляете, селекция, да, то есть вот селекционеры выводят лучший сорт, а россияне выводят самый худший сорт, который вообще может только быть. И то есть вот, если есть что-то лучшее, мы это отрезаем, отрезаем, убиваем, отрезаем, или это уходит куда-то, это покидает страну. После распада Советского Союза говорили, что все люди, профессионалы, которые могли устроиться на Западе, 3 миллиона уехало из стран бывшего Советского Союза. Штаты, Европа, Израиль, я не знаю, даже Азия, Австралия, куда угодно, Латинская Америка, Африка, куда угодно уехали. Дальше, значит, были еще несколько волн, и с прошлого года целых две волны, когда началась война, самые умные сразу уехали, самые умные, а потом те, которые поглупее, но тоже умные, они уехали тогда, когда была объявлена мобилизация. И то есть за последний год там это 2 миллиона только человек, это полтора миллиона самых умных, самых богатых, самых подприимчивых, всех, кто знает языки, всех, у кого есть профессии, которые находят спрос на международном рынке, они все уехали. И дальше остаются вот эти вот... А потом мы удивляемся, почему буряты приезжают в Бучу и видят холодильники, видят стиральные машинки и мародерствуют... В Буче не было бурятов, в Буче не было бурятов, там были славяне. Ну ладно, Сергей, давайте вернемся, значит, к нашим баранам, к нашей чекистской работе. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете вероятной вербовку Владимира Соловьева, нашего знаменитого пропагандиста? Значит, напомню, в середине марта инсайдер выпустил интересный материал, написал его Сергей Канев, известный российский журналист, который много лет занимается вопросами российских спецслужб, силовых структур, о том, что в середине 90-х годов Соловьев заказывал бывшему сотруднику ФСБ по фамилии Асташин. Этот самый Асташин вышел на Канева сам и рассказал ему эту историю. Значит, он пытался заказать Асташину убийство одного известного грузинского вора в законе, который, значит, терроризировал московских бизнесменов, обложил их данью. Все они от него волками выли и решили его, значит, убрать. Этот Асташин, естественно, отказался выполнять эту просьбу, но передал эту информацию вышестоящим своим начальникам. После чего, как он предполагает, Соловьев был завербован. То есть на него был вот такой вот приличный компромат, и его, значит, пользуясь этим компроматом, вынудили работать на российские спецслужбы. После этого, вот как Асташин справедливо замечает, чем бы ни занимался Соловьев, его карьера всегда шла в гору. Вот он был там каким-то оппозиционным журналистом, мимикрировал под демократа, значит, все у него было нормально. Потом он вдруг стал, значит, слугой режима и сейчас является одним из самых одиозных, одним из самых ярких, выпуклых представителей российской пропаганды. Как вы думаете, могло ли такое быть? Конечно, могло. Конечно, могло. Здесь очень короткий ответ. Да, это не только могло, а наверняка даже было. Совершенно не факт, что его вербовали сразу, имеется в виду, для какой-то политической деятельности, потому что просто если он же дал на себя компромат, то есть заказ убийства, это, значит, покушение на убийство, а это преступление начинается с момента, когда вы начинаете к нему готовиться. То есть состав преступления уже достаточный для того, чтобы вас посадить на 10 лет. Вот и все. А дальше идет просто использование этого дела как компромата, а дальше использование, ему помогают, как вы правильно сказали, ему помогают в строительстве его профессиональной карьеры. Кстати, то же самое было с ЛДПР, со всеми руководителями ЛДПР, со всеми руководителями всех аппетитационных партий, которые представлены в Думе. Это все, это просто обыкновенная работа. Они могут сейчас оскорбиться этим делом, сказать, да нет, да нет, да куда и чего. На это дело, конечно, у меня нет доступа ни к какому досье внутреннему, ни к КГБшному, ни ФСБшному, но это смысл работы с источниками, это смысл работы с политическими оппозиционерами. И в этом смысле, к сожалению, мы, кстати, можем подозревать всех. И, кстати, ходят разговоры о том, что и Навальный это креатура по ФСБ, и Яшин креатура ФСБ, и кто только кто. Ну, то есть на любого аппетитационного, конечно, всегда говорят, что Валерий Соловей креатура ФСБ работает на Патрушева, да, потому что вот он же живет в России, вот видите, американцы арестовали, а Валерий Соловей там его задержали в прошлом году, ну, выпустили, вот, и он говорит какие-то страшные вещи, а его никто не арестовывает, не сажает, вот, а там и так далее. Ну, вот, то есть, в принципе, в этом смысле это, конечно, обыкновенные совершенно вещи, банальные, и, безусловно, Соловьев может быть загребованным человеком, он, безусловно, представляет интерес, или представлял интерес как аппетитационный журналист, но вот теперь у него совсем другая ипостась. И, кстати, когда такой агент занимает такое-такое место, то у него уже огромные деньги, то есть он теперь может покупать генералов ФСБ, и он может выкупать свою залоговую, залоговый аукцион, вот та вот, значит, та бумажка о вербовке, он наверняка ее сейчас уже даже выкупил у ФСБ, или там вступили, пригласил их в долю, делится с ними доходами своими медийными, потому что у него миллионы он зарабатывает, безусловно, вот, и, но это все совершенно нормально. А как вы думаете, вот вы говорили о том, что на десятки тысяч идет счет российских агентов в Украине, как вы думаете, что по поводу России? То есть много ли народу завербовано внутри страны российскими же чекистами? Это нам с вами надо уже потихонечку заканчивать, к сожалению, потому что у меня уже следующее... Ах, как жалко, какой интересный разговор! Да, потому что мне уже... Ну, тогда коротко, коротко тогда ответьте. Ответ короткий. И, безусловно, есть огромная агентурная сеть, значит, вот, если 200 тысяч оперативных сотрудников, в среднем у каждого опера может быть на связи от 10 до 50 агентов, умножьте и получите миллионы, которые работают на ФСБ. Большое спасибо, Сергей! Я напоминаю, что сегодня в гостях у нашей программы, программы «Точки кипения» был бывший нелегальный советский разведчик Сергей Жирнов, который сейчас проживает в Париже. Спасибо за эту интересную беседу. Спасибо.